Чебоксар Денежный вопрос. С каким бюджетом Чебоксары проводят 2015 год и встретят 2016? Итоги года от главы города. Каким стал 2015 для столицы Чувашия? Под занавес уходящего года депутаты Чебоксарского городского собрания уточнили бюджет 2015. Для шестого созыва эта процедура прошла в первый раз. Несмотря ни на что, бюджет нынешнего года чебоксарские депутаты скорректировали в сторону увеличения. Бюджет города Чебоксары на 2015 год увеличивается по доходам в общей сальдированной сумме на 170 миллионов рублей. В том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в сумме 557 миллионов. И уменьшаются собственные доходы в сумме 387 миллионов. Размер дефицита бюджетов при этом увеличивается на 71,7 миллиона рублей. Бюджет документ непростой. Закону сообщающихся сосудов не подчиняется. В казне так. Раз сократились собственные доходы, придется сокращать и расходы. 33 миллиона недополучие стадион Олимпийский на реконструкцию. На 94 миллиона сократили расходы на реконструкцию Центра Олимпийской подготовки по биатлону. На 129 миллионов на строительство Центра Маунтинбайка. Впрочем, статьи, по которым расходы увеличатся, тоже есть. 1 миллион 364 тысячи направят на монтаж хоккейных коробок. 7 миллионов на культурные мероприятия. Миллион на разработку проекта реконструкции тренировочной площадки стадиона «Спартак». Также затягивание поясов не коснется адресной инвестиционной программы по строительству детских садов. С учетом носимых изменений параметры бюджета города Чебоксары составят по доходам 8,443,6 миллиона рублей. По расходам 8,868,7 миллиона рублей. Дефицит 425,1 миллиона рублей. Впереди обсуждение бюджета на 2016 год. Его примут в конце декабря. Бюджет 2016 как и республиканский, так и городской обещает быть непростым. На что нужно потратить в первую очередь, а на чем можно сэкономить. Мы послушали разные точки зрения представителей партийных фракций собрания. Сегодня мы рассматриваем проект бюджета, исходя из расходной части почти 7 миллиардов рублей. Пропорции остаются те же. В первую очередь социальная часть. У нас большая часть бюджета занимает отрасль образования свыше 4 миллиардов рублей. Это при расходной почти 7 миллиардах. Они занимают 60%. Поэтому это заработная плата учителей, это заработная плата работников дошкольных учреждений, других учреждений образования. Любой хозяин, когда чувствует, что доходы снижаются, он начинает пересматривать определенные статьи своих расходов. Также мы сегодня чувствуем, что не только чувствуем, цифры контрольные, которые мы получаем, они немножко ниже, чем было и в прошлом году. Естественно, нам нужно сегодня пересматривать все статьи на предмет, проанализировать, где какие есть ресурсы. Кроме этого, у нас муниципальные многолетние программы, которые долголетние, приняты до 2020 года, они приняты с 2013-2014 годов, когда мы уже еще прогнозировали нормальное развитие экономики. И, возможно, сегодня нужно будет эти программы детально еще раз посмотреть, исходя из того, что мы сегодня чувствуем, прогнозируем, что 2016 год все-таки несколько тяжеловатым. Бюджет сформирован, исходя из ситуации, экономической ситуации в стране и также в нашей республике. Большое количество денежных средств выделено на строительство детских садов, школ, социальных объектов, спортивных сооружений. Но и здесь у нас, у фракции «Справедливая Россия» возникает вопрос именно по общему образованию, по жилищному хозяйству, по массовому спорту, по социальной политике. Именно в этих социальных направлениях идет тотальное снижение финансирования бюджета. Наша позиция такая, что ни в коей мере социальные, так сказать, статьи расходов не должны быть сокращены. Также мы принимаем за основу бюджет, который будет касаться и школ, и детских садиков, и организации питания в школах, ну и так далее, и так далее. На сегодняшний момент, чтобы не быть голословным, у нас есть пояснительная записка, где написано, что размер дефицита бюджета у нас сегодня 71 миллионов рублей. Тут написано, что нужно будет нам уменьшить расходы на реконструкцию некоторых строительных объектов, на реконструкцию школы подготовки по биатлону. Вот по отрасли ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство, уменьшить расход на сумму 33 миллиона рублей. То есть, ну, естественно, наша фракция не будет поддерживать бюджет, где будет уменьшение, так сказать, расходов, особенно на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Нам, депутатам ЧГСД, к сожалению, остается рассчитывать и расходовать тот бюджет, который, в принципе, нам оставляет республиканская власть, а им, в свою очередь, дает федеральная власть. То есть, мы рассматриваем этот бюджет по остаточному принципу, к сожалению. Можно рассмотреть варианты заработка дополнительных средств. Вот сейчас администрациям города Чебоксара в различных районах покупаются комплексы «Паркон». Да, действительно, сотрудники ездят по дворам, собирают штрафы. Штрафы – это одна из больших составляющих нашего местного бюджета. Но мы считаем, что эта работа ведется неэффективно. Намного эффективнее была бы какая-нибудь фирма, пусть даже городская, которая бы занималась целенаправленно этим. Потому что у администрации, как мы знаем, просто-напросто не хватает даже штатных единиц, чтобы каждый день выезжать и это контролировать. И убиваются тут сразу же два зайца. Во-первых, у нас с благоустройством города становится все в порядке. Водители не нарушают правила парковки, правила стоянки. Во-вторых, огромные сборы этих самых штрафов. В канун года нового мы подводим итоги старого. У каждого они разные, однако у нас, чебоксарцев, есть и нечто общее. Это наш город. Каким 2015-й стал для Чебоксара? Об этом мы поговорим сегодня с главой города Леонидом Черкесовым. Леонид Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тоже по традиции, мы с вами в конце года встречаемся в этой студии. И опять же, первый уже традиционный вопрос. Как изменился город за этот год? С моей точки зрения, это одна позиция. Потому что мы знаем, что до мелочей как город изменился. Но хочется, что это горожане видели, что город, конечно, он меняется. Конечно же, он меняется в хорошую сторону. Очень много сделано по дорожному строительству. Если та программа, которую мы приняли в 2011 году, благоустройство дворовых территорий, она выполнена в этом году на 70%. И глава республики Михаил Васильевич Игнатьев перед нами ставит в ближайшие три года все дворовые территории благоустроит. Это не только асфальтировка дворовых территорий, но и детские площадки, но и новые цветники, вырубка старых деревьев. Что касается магистральных улиц, тоже много сделано. Это четвертая очередь по Марбасадскому шоссе. Это и расширение перекрестков, пять перекрестков. Вот сейчас шестой, седьмой заканчивают. Наша задача, чтобы наши дороги, конечно же, были в нормальном состоянии, по которым можно было безаварийно ездить. И в ближайшие годы тоже в этом направлении будем работать. Что касается строительства жилья, Конечно, для 2014 год был для города Чебоксары в постсоветское время беспрецедентным. Самое большое количество жилья было построено. Жилья, в первую очередь, это многоквартирные дома. В этом году мы, конечно же, это перевыполним. Есть задел, и мы планомерно идем с опережением графика. Этот, конечно же, норматив, он будет перевыполнен. Запланировано было четыре детских садика, они, вот два детских сада уже мы вели, еще два детских сада до конца года, уже они очень большой готовности. Ну и в перспективе 16-17 годы это строительство школ. Конечно же, вот первая школа это микро районе Гладково. Она уже запроектирована. Запроектирована, и в 16-м году она уже начнет строительство. Это 1100 мест. Был построен полигон твердобытовых отходов. Для города Чебоксары это очень важно, потому что вот очень серьезная экологическая проблема. Город Чебоксары с вводом нового полигона, она уже решает. Да, все помнят свалку, да, особенно если летом горела она. Да, и особенно кто рядом этой свалки, ново-южный район. Возвращаясь к выборам в сентябре, большинство депутатов Чебоксарского городского собрания вас выбрали главой города. Вот какие планы перед собой ставите на следующие пять лет? Для меня важно оправдать доверие наших депутатов, доверие наших горожан. Сделать действительно в городе, чтобы улучшалось качество жизни, чтобы Чебоксары было комфортно проживать. В собрании в этом году впервые, по-моему, появились фракции, представители разных политических партий. Как думаете, вот это на работе собрания, как скажется? Пришли, на мой взгляд, молодые, талантливые ребята, которые готовы работать на благо города. Мне лично хочется, чтобы они это делали. Конечно же, наверное, они попытаются и политикой, политическую линию вести, но у нас собрание депутатов, где 90% вопросов – это чисто практические вопросы, которые мы обсуждаем, чтобы улучшить качество жизни, на благо города, благоустройство города. Партии разные, а город у нас один, да? Да. Хочется делать его комфортно. У нас город один, горожане одни, и мы все, единые команды, должны работать на благо города и горожан. Вот, несмотря на трудности, да, бюджет 2015 года, сказали, все равно беспрецедентный, лучше, чем бюджет 2014 года. Что касается бюджета на 2016 год? Специалисты говорят, не простой будет ни федеральный, ни республиканский. Вот у города как на этот счет? Надеемся, что в процессе уточнения этого бюджета, конечно же, параметры будут лучше. Те инвестиционные проекты, те намеченные и физкультурно-оздоровительные комплексы, школы, детские сады, они будут строиться. И наша задача, чтобы вот совместно с депутатами, совместно с администрациями, изыскать дополнительные средства, чтобы собственные доходы, чтобы пополняли этот бюджет. Конечно, самое дорогое в этом городе, это земля. Вот, чтобы наш городской комиссия по управлению имуществом, чтобы правильно проводил, более эффективно проводил эти аукционы, чтобы мы, наше имущество, чтобы эффективно использовались. Каждый квадратный метр площадей имущества, он должен приносить доход, бюджет города. Конечно же, мы внутренние издержки, внутренние расходы будем снижать. Как и в собрании депутатов, как и в администрации. Мы с Алексеем Олеговичем Ладоком на 10% уже второй год пролонгировали, заработную плату снизили. Но и ищем возможности на 10% во всех структурных подразделениях администрации города. Расходы и на заработную плату, и материально-технические обеспечения, конечно же, уменьшить. Где-то получится больше, где-то меньше. Но и самое главное, чтобы наши аукционы, наши конкурсы, которые проходят, они проходили эффективно. Ну, то есть, на чем-то будем экономить, но основные приоритеты, они сохранятся. Да, образование, медицина, спорт, культура. Основные приоритеты, социальная сфера, заработная плата наших социальных обработников, наших учителей, воспитателей, врачей, она должна быть сохранена. Леонид Ильич, у меня последний вопрос. Что под бой курантов загадает голова города Чебоксара? Ну, конечно же, хочется, чтобы действительно и чтобы 16-й год был для города эффективным, для города удачным. Чтобы без чрезвычайных происшествий мы провели и следующий год. И хочется, чтобы действительно мы реально улучшили качество жизни наших граждан. Реально, значит, заметно и благоустройство города занялись этой проблемой. Ну, и вся инфраструктура города, она должна работать стабильно. Наверное, вот это самое главное. Ну, и хочется, чтобы все наши горожане встретили этот Новый год с хорошим настроением. И всем семьям хочу пожелать счастья, благополучия, ну, и удачи в Новом году. А самое главное, уверенности завтрашнего дня. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с главой города Чебоксара Леонидом Черкесовым. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова